На 8 утра по времени Астаны 18 пунктов для голосования открылись при представительствах Казахстана в других государствах. Первыми двери распахнули избирательные участки в Южной Корее и Японии. А какова ситуация с электоральным процессом в нашей стране, готова рассказать Даля Насипова. Она находится в здании ЦИК в столице. Далее, какие новости к этому часу? Далее, первый брифинг был достаточно коротким. Как вы сказали, абсолютно все участки начали работать в 8 часов по Астане, то есть в 7 утра по местному времени в некоторых регионах. Больше всего пункта для голосования открыто в Туркестанской области. Там их более 900. И самое маленькое количество в Улутаусской области, в которой всего 134 участка. Предлагаю послушать секретаря ЦИК Мухтара Ерма. Согласно оперативным данным, представленным областными городов Алматы, Шимкент и Астана избирательными комиссиями, к голосованию поступили все 10 146 участков по стране. И 18 участков при представительской республике Казахстан в 17 иностранных государствах. 59 участков за рубежом приступили к голосованию с учетом разницы часовых поясов. Начиная с 10 часов, ЦИК будет предоставлять обновленную информацию каждые 2 часа. И вот сейчас, во время нашего подключения, начался очередной брифинг, на котором рассказывают о явке избирателей. Отмечу, что журналистов в ЦИК становится больше. И в ближайшее время свою оценку проходящим выборам должны дать иностранные наблюдатели. Так что ждем новых подробностей. Алия? Спасибо, коллега. Ждем новых подробностей.